добрый вечер дорогие друзья сейчас мы находимся во дворце единоборств город нам султан сзади нас находится сцена и завтра 27 октября здесь пройдет финальный этап west казахстан рядом завод вадим никнейм седой 27 лет из города самара какие ожидания от завтрашней игры ну победить в любом случае разыгрывается путевочка поэтому по-другому никак а ты знаком с игроками команды соперников пересекался некоторыми людьми типа с black архангелом много играла на разных турнирах против него против ханаха против маленько а у них еще в команде емич вот 7 мячом играл полгода в команде это в составе underdogs а что ты можешь сказать о своей команде на своей команде мантис очень давно с первой доты когда у него next газет приезжали вместе на ланы на московский играми они нас тогда победили когда я играл за рук скис но я с ним особо не общался так пересекался где-то в онлайне списывался может вот с годом у меня познакомился недавно когда мы собирали команду начинали играть паблик два месяца назад потом решили собрать вместе команду играли закрытые квалы на мажор и потом он меня позвал на веск потому что у них слетел игрок уж 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 мидер наш также такая же история как с годом два месяца назад начал играть паблики вместе с ним также в команде и так далее и собственно здесь а вот про первую позицию я совсем ничего не знаю как вообще собрался состав тебе просто пишет то что нам нужен игрок навес казахстан у них был свой состав на на веск годом мантис малик по моему а потом в какой-то момент малик решил уйти в другую команду и в итоге за два дня до квалификации мне написал годом не хочешь ли с нами поиграть веск казахстанский а вот ты говорил о квшках ты прилетел сегодня поспал покушал вас заселили до подготовка какая-то квест самому проходила то есть ты играешь с кадемом и составить мордота есть еще один игрок который сегодня уж 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 два новых игрока ты их вообще встречал играл с ними какой-то тимплей или стратегию на игру что-то обсуждалось в веске ну с мантисом я давно не играл с первой наша позиция совсем не знаком был даже кто это где он играл и так далее ну как собственно меня позвали первый раз на квалификацию вот эту веск мы не помню играли кого то ли нет ну по моему несколько пабликов сыграли и все прошли на квалификацию то есть сюда отобрались было там по моему окно дней в десять между квалификацией вот прилетом сюда и играли только последние два дня 4 кв сыграли все в том составе в котором ты будешь играть да да не будет такого завтра что вы садитесь ребята чуть делать годом пообещал изи квалу поэтому одну ты сказал что ты знаешь некоторых игроков из команды соперников ты можешь выделить каких-то игроков там сказать что блин идеи годом сказал что завтра будет изи катка но я думаю что эти ребята или ты тоже согласен есть информация что они были на буткемпе после квалификации прилетели на буткемп вот в казахстане в стане по моему 10 дней они играли кого и готовились в отличие от нас поэтому я все-таки верю в год м он наш капитан на этот вес к поэтому а индивидуально игроки против команды соперников не сильны как ты расцениваешь игроков я знаю как знаю знаю по именам типах ханнах который играл в команде ела какие-то квалификации потом они разошлись как не вроде как неплохой мидер с маликом иногда там против него в паблике попадался вроде тоже потненький такой оффленер потом кто там у них облака хангел тоже последнее время там последние два года показывает какие-то результаты вот то есть кто там еще есть у нас думаешь что команда сможет завтра себя а но я же уже рассказывал кстати что я ничего знаю и так далее удивить или дожидаю что они нас не удивят как бы за будет без сюрпризов будет просто легко и за твоими плечами огромный опыт и говоришь ты играл с 1 дот и ты знаком с мантисом который тоже очень опытный очень опытный игрок да ты доверяешь год ему как вашему лидеру но как ты считаешь вот в нынешнее время нынешней мете доты появилось очень много молодых игроков игроки буквального ты наверное эпилептик человек который влился в в одну из самых сильных команд снг про сцены виртус про и просто в соцсетях начали делать очень много мемов рофли из того что блин ребята взяли ноунейма который еще и рейджет бесконечно а ты человеку который играет с первой доты у тебя есть огромный опыт но мета меняется очень сильно как ты думаешь нынешнее состояние доты она позволяет просто новому игроку который влился не знать ничего что происходило с дот с 2011 года просто показывать высший уровень игры как сильно поменялась дота или ты думаешь что опыт многолетний опыт помогает все таки тебе в игре очень сильно может помог я знаю что по микро ребята могут клацать кнопки классно правильно нажимать в чем отличие например тебя человека который играет столько лет от человека который просто начал играть год и он тоже играет могу судить только по себе могу сказать что я стараюсь не обращать внимание какие-то там прошлые заслуги там то что раньше умел там и так далее какой-то опыт все-таки дота постоянно меняется точка зрения что ли на общую картину свежая кровь не то что свежая кровь когда я начинал ты больше обращаешь внимание не на самую игру она на своего персонажа в целом то что тебе нужно не то что нужно команде там и так далее а ты сконцентрируем именно на себе на своей игре с годами ты начинаешь больше смотреть на все происходящее улучшать свои качества как а у более взрослого есть какие-то дела помимо только до личной жизни да несомненно вот молодые игроки уделяют больше как и говорил больше внимания своей игре нажатию кнопок микро именно макро для себя как бы не для команды а для себя только чтоб они становились лучше и оказались на каком-то фоне в игре там на картинке сверху что они очень хорошо все делают более капитана опытные игроки они у них меньше времени на себя поэтому так и получается что все видят только молодых игроков и насколько они хороши именно в микро ты только что сказал что молодые игроки больше микро старые игроки с опытом макро ты как наверное представитель той стороны который имеет больше опыта и старички доты какую роль ты сейчас выполняешь команде какие-то колонны именно лично от себя как ты расцениваешь свою позицию в команде ну навески у нас есть годом поэтому когда если появляется какой-то игрок который может взять на себя ответственность то я ну я не буду спорить с ним там и так далее я просто буду его слушать и буду ему доверять в каких-то моментах уже после игры ему могу что-то подправить что-то поделить своим опытом так сказать во время игры есть такое понятие как лидер есть наверное король если король он сидит просто ребята его тащат то лидер наверное тот кто вместе с командой тащит человека и вряд ли у вас команде во время игры проходит так что годдем дает колы и вы просто молчатки хорошо хорошо вы все равно какая-то коммуникация же должна быть между вами не то что вы просто говорите там я заметил вартом или там кто-то ушел с линии ты говоришь свои какие-то советы если кола не было я понимаю если он говорит одно ты не скажешь ему нет мы не будем так делать и послушаешь потому что он ваш лидер а даешь ли ты от себя что-то команде во время игры даст ну сейчас дата кого что должен говорить каждый кто имеет на карте какое-то преимущество определенный момент игре там саппорта например начали потому что они имеют доступ ко всему так скажем они могут бегать по линиям туда-сюда они могут смотреть на карту не отвлекаясь на крипов там добивание и так далее поэтому сопроты говорят начальную стадию игры дальше подключаясь ну собственно чаще всего я потому что я третья позиция должен активироваться когда у меня появляются а это мы определенные там всякие блинки и пайпы медальки и прочее собственно дальше должны быть уже ответственность на себя первая вторая позиция поскольку они всегда находятся по над ворсу выше всех выше остальных и им виднее как нужно действовать в игре ты поговорил только что сказал о том что есть поздняя стадия игры 40 в нынешнем мете как бы ты поделил вообще стадии игры или может быть у тебя стадии игры делятся в зависимости от айтем когда у тебя появляется какой-то решающий айтем для твоей позиции лишь твоя роль начинает раскрываться во время игры грубо говоря из чего сейчас состоит игра именно как представитель доты мы как зрители мы просто смотрим так у него появился блинг сейчас наверное какой-то движ по карте начнется а ты как сам игрок как бы сделал наш схему доты для человека который не знает о том каково это быть проигроков не знаю иногда можно дату сравнить вот с футболом по какой-то цельной составляющей типа есть нападающие есть полузащитники и защитники и всегда люди обращают внимание именно на нападающих которые забивают головы в доте это коры первая позиция иногда 2 все остальные остаются обычно в тени их очень редко замечают и есть общая составляющая в доте тактики схемы нынешней мете схема игры именно по хронологии ты бы смог я как-то поделить с первой с нулевой по десятую минуту идет вот такая стадия игры мы не отвлекаемся на или какие или вас тайминги основывается больше на это ну сейчас дота более вариативно это можешь играть как угодно джин интернаш не показали что они могут назвать очень быстрый темп и такая более тайминговая дота от айтемов рушится ну китайская до вичи после же показывали как играет очень аккуратно ждут артефактов там pipe blink идут в пятером там дп с кентавром идут в пятером и дерутся уже показали что они могут просто бегать хаотично по карте выигрывать линии бегать там на джиггернауте с гермстроком создавать да там давить по т3 на 10 минуте и рушить все кулдауны там ультов и прочие тайминги соперникам и я ты сейчас играешь на третьей позиции по твоему мнению три лучших героя в нынешней мете для новичков если убрать так то легион команда потому что он супер сильный на линии второй герой а на второй герой это кунка тоже скорее всего на первую позицию идет потому что он супер сильный он супер быстро фармит и на нем очень просто играть а для твоей позиции также легион кунка да все включено так сказать и третий герой ну можно выделить было нара night stalker тоже очень простой и очень эффективный а теперь скажи своих самых сигнатурных героев мы уже назвал так а то есть и назвал своих героя они все я стараюсь как бы соблюдать идти вместе с метой иногда что-то придумать свое но сейчас такого нет всего большое вадим удачи вам завтра время игре поговорить с вами был норислав наркоту легенов и всем до свидания и вадим седой удачи всем